Добрый день! Сегодня анбоксинг. Перед нами пирамидка от компании Yuxin. Причем пирамидка позиционируется как бюджетная. Видим стандартную Yuxin коробочку, Kevin Hayes с кубиками, и изображение самой пирамидки. Посмотрим, что внутри. Вот так вот компактненько лежит сама пирамидка. Сделана из цветного пластика. По-моему, есть версия из черного. На дне инструкция. Достаточно подробная. Причем есть и по-китайски, и по-английски. По-русски нет ничего. Но мы к этому и не привыкли. Пирамидка позиционируется. Пирамидка позиционируется. Ну и хорошо. Наверняка полезная инструкция, пока ее отложим. Посмотрим саму пирамидку. Я небольшой любитель бюджетных пирамидок, поскольку есть X-Men, которая, как по мне, весьма хороша. Я не собираю пирамидку на профессиональном уровне, поэтому много их у меня и нет. Но завелось несколько бюджетных версий, которые какими-то путями ко мне попали когда-то. Я случайно покрутил пирамидку от Чи, у кого-то где-то, и она мне очень понравилась. Как бюджетная, недорогая и достаточно хорошо вращающаяся пирамидка. Ну и мне потребовалось несколько бюджетных приобрести для учеников. Я вот выбирал либо эти взять, но тут вышла пирамидка от Yuxin. Я решил сначала купить одну, попробовать, что же это такое. Смотрим. Внутри такие вот рельсы на некрашенном пластике Primary. Где-то я слышал мнение, что пирамидка получилась очень удачной. Она, конечно, без магнитов на подшипниках. Но посмотрим. Повес пока достаточно легкая. Кстати, неплохая. Не знаю, лучше она чаишной или нет. Скорее всего, пока нет. Но, возможно, после прикирки она станет хорошей. То есть, если взять от Кубинка в Костром пирамидку, то она неплохая. Но как-то вот. Чего-то, как мне кажется, не хватает. Хотя ничего плохого нет. Ну, это с Клан Бойс. По мне уже слегка подустарела пирамидка. Она очень громкая. Крутить ее и собирать тоже можно. Давайте перемешаем. Попробуем собрать. Достаточно конкретно так фиксируются уголки. Цвета, ну, естественно, отличаются от Чири. Не знаю, ярче, чем у Кубинка в Костром. И если сравнить с Мафангом, с Эксмен, то все равно другие. Зеленый более насыщенный. Красный здесь более яркий. Синий. Чуть посветлее. Желтый. Но, в принципе, похож. Давайте что-нибудь соберем все-таки. Так, ох, все разрушил. Ну, в принципе, комфортно. Все комфортно. Ну, Эксмен, конечно, получше. Немножко так она туговато. Но для бюджетной очень даже неплохо. То есть, по сути, это сейчас самая дешевая пирамидка. Самая. Дешевле ее нет. Она даже чуть дешевле, чем Киминг. Чиминг, правильно ее назвать. Возможно, конкурент. А вот покрутить, конечно, хотя бы там какое-то количество сборок. Посмотреть, как изменятся характеристики вращения спустя время. Но, по первым впечатлениям, вполне неплохая пирамидка за те небольшие деньги, которые за нее просят. Вполне достойный вариант для начинающих. Хотя я всегда советую сильно на бюджетных не заморачиваться, когда можно сразу купить Эксмен. Но стоит очень дешево. Можно купить, попробовать. Понравится пирамидка. Убрать уже что-то получше. В принципе, как-то вот так. Достойный экземпляр от компании Юксим. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.